Всем привет! Вы на канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. Сегодня видео будет лишь частично на вязальную тематику создания интерьерной композиции из природных материалов в джутовой корзине. В прошлом видео говорила, насколько я сильно люблю работать с природными материалами и это еще один вид творчества, которым занимаюсь в осенне-зимний период. Что хочу показать вам в данном мастер-классе? Первое. Один из способов применения джутовых корзин, кроме уже известных традиционных. Второе, как научиться создавать осенние и зимние композиции, которые могут стать как украшением интерьера, так и альтернативой банальному букету цветов, а также подаркам родным, близким или друзьям. Итак, для создания самой композиции в первую очередь нам понадобится джутовая корзина. Данный вариант у меня остался после записи мастер-класса. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Также оставлю ссылки на другие мастер-классы по вязанию корзин, а вы сами сможете выбрать понравившийся вам вариант. При желании можно связать не только из джута, а из трикотажной пряжи или шнура. Также чуть позже покажу вариант создания кашпо в том случае, если вы не умеете вязать крючком. Также хочу обратить ваше внимание на поднос из джута. Мастер-класс по его вязанию также есть у меня на канале, ссылку оставлю в описании под видео. Этому подносу уже несколько лет и пользуюсь им регулярно. И при этом джут совершенно не утратил свой внешний вид. Еще одно подтверждение тому, насколько практичен этот материал. Единственное, со временем джут приобретает золотистый оттенок, особенно когда на него попадают лучи солнца. Но от этого он становится только лучше. Как раз на видео отчетливо видно отличия в оттенке джута двух изделий подноса и корзины. Итак, если вы вдруг не вяжете крючком, что можно использовать в качестве кашпо для композиции? Любые подходящие по форме и размеру пластиковые или металлические баночки. Берем джутовый канат и с помощью термоклея по спирали фиксируем его на данной емкости. Если у вас нет каната, можно применить другой вариант. Сплести из крафтовой бумаги косичку и затем точно так же приклеить ее по спирали. Для этого нужно лист крафтовой бумаги сложить в несколько раз и нарезать на полоски шириной полтора-два сантиметра. Далее сминаем полоски, а затем расправляем их. Склеиваем по три полоски верхней части и начинаем плести косичку обычным способом. Когда первые три полоски заканчиваются, приклеиваем следующие. Продолжаем плести до нужной длины. Единственное, при приклеивании необходимо давать клею немного высохнуть. Как уже говорила ранее, готовую косу приклеиваем по спирали. В итоге само кашпо по внешнему виду напоминает плетеное. Возвращаемся к нашей композиции. Как мы ее будем составлять и что нам для этого нужно. В первую очередь нам понадобятся деревянные шпажки или бамбуковые палочки. Изначально они немного большей длины, но я уже привела их до необходимой. Чуть позже покажу, как это сделать. Также для фиксации палочек с элементами декора в самой корзине нам понадобится фрагмент пенопласта или полистирола. Последний продается в строительных магазинах, но его нам много не нужно, поэтому покупать особо нецелесообразно. Если у вас остался пенопласт от бытовой техники, можно применить его. У меня был фрагмент полистирола, поэтому вырезала круг из него по размерам донышка корзины. Размещаю его вовнутрь корзины, но приклеивать не буду, так как возможно со временем захочу что-то поменять, применить корзину для чего-то другого. Теперь более подробно о природных материалах и декоративных элементах, которые будут использованы в данной композиции. Казалось бы, где же можно их найти, но стоит только присмотреться в тех местах, где вы обычно гуляете. В парках, ботанических садах и других всевозможных местах обязательно найдутся деревья с шишками, желудями, орехами, каштанами. Их не нужно рвать с деревьев, в осенний период они уже все лежат на земле, их достаточно просто найти, собрать, хорошо просушить в домашних условиях и можно применять в изделиях. Чем разнообразнее и фактурнее материалы, тем интереснее будет выглядеть сама композиция. Вот, например, это миниатюрные нераскрывшиеся каштаны. Это шишки различных пород хвойных деревьев. Для данной композиции старалась выбирать природные материалы, не сильно отличающиеся друг от друга по размеру. Например, шишки сосны очень крупные сами по себе, поэтому выбрала наименьший их вариант. Очень красиво в композиции выглядят желуди различных пород дуба. Только обычно после осыпания на землю шляпки отделяются от желудей, поэтому собираю как есть, а после просушивания приклеиваю их. Старайтесь делать все аккуратно, чтобы как можно меньше были видны следы клея. Совсем недавно узнала о таком природном материале, как платан. Его шарики тоже очень интересно смотрятся в композиции. Некоторые элементы декора покупаю в магазине, например, как эти лепестки от коробочек хлопка. Они продаются в наборах ароматизированных саше в магазинах для творчества и рукоделия. С этих элементов можно сделать хлопок и самостоятельно, склеив их по 4 штуки и заполнив пустоты шариками ваты. На просторах интернета в свободном доступе есть такие видео, если не знаете, как это сделать правильно. Также делают хлопок и другим более простым способом. Основу из бумаги или фоамирана, но в общем посмотрите на просторах интернета и выберите подходящий. Если не хотите заморачиваться, можно купить коробочки хлопка уже в готовом виде. Придаст яркие акценты вашей композиции и разбавит темный цвет природных материалов различные шарики из пряжи и сизали. Волокно сизали беру в руки и просто скатываю из него шарик нужных размеров. Пряжи подходящих осенних цветов сматываю в маленькие клубочки. Дополнить композицию можно различными сухоцветами. Продаются они в флористических магазинах, а также можно собрать самостоятельно. Эти колоски росли вдоль пруда. Сразу представила, как они хорошо будут сочетаться с джутом. Придают неповторимый аромат как осенней, так и зимней композиции розочки из кожуры цитрусовых с гвоздикой. Эти розочки достаточно просто сделать. Кожуру цитрусовых срезаем ножом по спирали, не затрагивая мякоть. Далее будем скручивать также по спирали. Если остался белый слой, срезаем ножницами, придавая волнистую форму. В середину кладем соцветия гвоздики и фиксируем готовую розочку зубочисткой. Оставляем в таком виде до полного высыхания. Я оставила на подоконнике и весь процесс занял около недели. После высыхания аккуратно извлекаем зубочистки. Возвращаемся к формированию самой композиции. Вместо деревянных шпажек можно использовать и металлическую проволоку. Этот цветок хлопка я покупала в букете и все коробочки хлопка были прикреплены с помощью металлической проволоки. Хлопок будет центральным элементом в моей композиции и вокруг него будут выстраиваться остальные элементы декора. С помощью хлопка определяю с высотой всей композиции и по нему уже буду мерить длину бамбуковых палочек. Чтобы вся композиция смотрелась целостной и не было просветов между ее элементами, на дно корзины буду класть волокно сизали. Такое волокно можно купить в магазинах для творчества и рукоделия. Продается оно расфасованным в пакетах. Если вы не найдете сизаль, как вариант можно использовать мох с фагнум. С помощью него также можно прикрыть просветы и придать объем композиции. Продается он в магазинах флористики. Далее будем деревянным шпажкам крепить природные материалы. Каждой шпажке при помощи термоклея буду крепить по несколько элементов декора. Еще раз напомню о том, что природные материалы должны быть хорошо высушены, иначе клей не возьмется или отвалится со временем. Итак, наношу клей на первый элемент, прикрепляю палочку и добавляю другие элементы. При этом выбираю разнообразные природные материалы. При необходимости наношу дополнительно клей и хорошо все фиксирую. убираю в сторонку для высыхания и приступаю к следующей шпажке. Предварительно примеряю те элементы, которые будут на ней располагаться. продолжаю выполнять те же действия с остальными элементами декора. более крупные шишки располагаю на шпажке по одиночке. при желании можно дополнить небольшим элементом, например высушенной долькой цитрусовых. Когда основные элементы готовы, можно приступать к сборке композиции. изначально я наносила клей на кончик проволоки и шпажки для лучшей их фиксации, но потом поняла, что можно этого было и не делать. Все элементы и так достаточно хорошо закрепляются в основе, если погружать их до конца. Однако те элементы, которые без клея, достаточно легко поправить при необходимости, а которые были с клеем уже проблематично. Если у вас нет хлопка, в принципе можно обойтись и без него, а в центре композиции разместить, например, вязаную миниатюрную тыковку. Ссылку на мастер-класс по вязанию тыковки оставлю в описании под видео. Стараемся формировать композицию так, чтобы одинаковые элементы не находились рядом друг с другом. Удобнее фиксировать элементы в основе, если свободный край бамбуковой шпажки будет более острым, поэтому можно заточить ножом. Таким же образом располагаем остальные элементы декора. Частично композиция собрана, но еще остались пустоты, поэтому примеряю оставшиеся элементы и также приклеиваю их к шпажкам. Ну вот, все пустоты заполнены. По нижнему краю, по кругу я еще добавила волокно сизали. А готовую композицию дополнила сухоцветами. Только применяла не целые колоски, а разбирала их на веточки. Равномерно распределила их по всей композиции. Как вариант, вместо таких колосков можно использовать гипсофилу, или другие мелкие цветочки, которые хорошо сохраняются и в высушенном виде. Как уже говорила ранее, вместо хлопка можно использовать вязаную тыковку. Тоже будет очень гармонично сочетаться. Саму корзину можно также чем-то украсить. Только стоит помнить о том, что пестрые, яркие, блестящие ленты с джутом совсем не сочетаются. Лучше использовать, например, хлопковое кружево. Также можно дополнить различными деревянными элементами, сердечками, листочками, просто привязать их на ниточку из джута. А еще, что мне больше всего нравится, данная композиция может легко перевоплотиться из осенней в зимнюю. Вместо клубочков из ниток можно использовать миниатюрные новогодние шары, различные ягодки, бусины, подходящие по цвету. А вместо сухоцветов искусственные или натуральные веточки хвои. Искусственные можно приобрести в магазинах для творчества и рукоделия. Натуральные в магазинах флористики. В последнее время в таких композициях часто используется датское хвойное дерево Нобелес. Его иголочки не осыпаются, а сами веточки хорошо сохраняют внешний вид. Думаю, сам принцип создания композиции понятен, а далее уже дело за вами. Включайте свое воображение и создавайте свои шедевры. А еще помните о том, что творчество это мощный антидепрессант. И в это сложное время обязательно найдите для себя тот вид деятельности, который будет дарить радость и спокойствие. А я, как и всегда, буду рада услышать ваше мнение в комментариях. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!